ЕСЛОТ СИТИ ЕНАСТРИ Ночью глава госдепа Блинкин после встречи с генсеком НАТО заявил, что попытается убедить Конгресс разблокировать помощь. По его словам, отсутствие поставок оружия Киеву уже оказало заметное влияние на ход боевых действий. Средств первых это, как можно догадаться из названия, проведя несложный перевод в голове слова пионер, это и есть путинская версия о пионерии. Но когда его создавали, вот это движение первых, я прямо отчетливо помню, все обсуждали, ну конечно это пионерия, ну конечно это оно, галстук будет, будет возрождение советской пионерии. Но они, видимо, хотелось, но они напугались и не стали этого делать. То, что Путина тянет в совок всегда, это очевидно. С одной из первых решений, которые он принял 20 лет назад, притяг в власти, 24 года назад, он вернул советский гимн. Слова поменяли чуть-чуть, а музыка стала сталинский. Музыка Александрова вернул, да. Сталинский гимн. Ему очевидно вот это вот все, вот даже эти вот мероприятия, торжественные мероприятия протокольные, то, как он, форматы его встреч, с кем он встречается, это дичайший ужасный совок. Вы что, не знаете об этом, что ли? И очевидно, что вот в этом советском прошлом они и ищут рецепты для будущего. Спойлер, его там нету, они его не найдут. И почему-то они не докрутили, они побоялись назвать этих детей пионерами, видимо, понимая, что молодежь не будет вступать в пионерию, да, а что не будет вот этого, я вот, никто не будет мечтать стать октябренком, никто не будет пытаться получать достаточное количество регалий и достижений, чтобы потом тебя апгрейднули, да, до пионера. И никто не будет гордиться каким-то вариантом галстука, который придумают в администрации президента. Поэтому они поскромничали, придумали движение первых, там тоже есть какая-то форма, там тоже есть какие-то песенки, танцы, прибаутки и активности. И вот они пытаются как бы в такую недопионерию эту развить. Она какая-то у них стала военизированная, да, то есть в пионерское движение у нас добавилась там щепоточка Гитлер-Югенда, юнармии, да, вот этого всего. И перед ними, перед этими детьми выступал какой-то военный в камуфляже, который говорил, дорогие дети, а что вы сделали для специальной военной операции? Они говорят, типа, мы отправили 3 миллиона писем на Донбасс. Ну, они такие взумы, ну, СО. Да, взумы, СО. Непонятно, кому, кого там 3 миллиона, ну, может, не, конечно, по несколько письм одному человеку посылали. Нет, у меня есть версия, что они просто забросали письмами территорию. Не знаю, не знаю. Да, ещё почему-то они там сшили им, да, какие-то там. Они отправили 130 тысяч швейных наборов. У меня всё ещё остаётся вопрос, как они иголки. Они изготовили и отправили. Я не знаю, видимо, я как-то так понимаю. Ну, швейный набор — это нитки, иголки и пуговицы. Я думала, они что-то сшили, если честно, я так понимаю. Не, ну, это швейный набор, это как бы, ну, не знаю, в поездах бывает. Как они иголки сделали из хлебного мякиша? А потом они пели гимн. Потом они пели гимн, Путин пел гимн прям голосом. По крайней мере, часть слов он знает, это мы можем заверить всех наших зрителей. И там же, по-моему, была какая-то совсем криповая история. Поищите её в телеграм-каналах. Пели песню про дружбу, кто-то со сцены, значит, какая-то... Ну, вот это не было замыкая круг. Ты назад посмотришь друг, но что-то вот такое. И показывали зал, а в зале, обнявшись, раскачивались Голикова, Орешкина. Кого Голикова обнимала? Кириенко. Кириенко, да. И Орешкина. И, значит, вот и вокруг дети, они все раскачиваются, вот так вот подпевают песни про дружбу. И такие все улыбаются. Вот я не могу, то есть, я не могу понять, как... Неужели это кому-то нравится, кого-то это впечатляет? Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять. Я уверена, что даже хотя бы там по просмотрам нашего расследования про Голикову, да, и просто по общему отношению к мадам Арбидол, да, которая стала легендой просто всего, и, допустим, антиваксерского движения, и вообще является символом разрушения социальной сферы в России. Вот они показывают эту миллиардершу, владелицу испанских гольф-клубов, португальских вилл, человека-сын, ну, пасынок, который заработал миллиарды на вакцине «Спутник». Значит, она обнимает другого миллиардера Кириенко, и, видимо, вот это призвано кого-то воодушевить. Преемственность поколения. По-моему, вот это как бы ничего не вызывает, кроме желания, там, я не знаю, придушить или сильно потрясти, ну, то есть, как бы, ну, что же вы устраиваете за клонаду какую-нибудь? Никто вам не верит. Мы понимаем, что Голикову не беспокоит ничего, кроме того, чтобы, допустим, она перестала мочь пользоваться своим частным самолетом. У нее был частный самолет, на котором она приезжала в какой-то момент до ковидной годы, ну, типа, там, 6-8 раз в год. Он летал в одно и то же место в Испании, вот в аэропорте Малаги есть такой специальный отсек, где паркуется частный самолет, и вот там завсегдатаем был Голиковский самолет. Откуда у министра частный самолет, который замужем за другим бывшим министром промышленности? Прекрасный вопрос. Представляете, кошмар. Я уверена, что подкинули. Голикова, она про это. Голикова про эти знаменитые истории про походы в магазине «Шанель» в Москве, где, вот как пишут, она просто вот заходила и за наличные деньги, типа, дайте все. Голикова это про эти вот безумные наряды, которые она носит сейчас, там, да, про какие-то там за миллион рублей пиджаки, костюмы, туфли, все вот это вот, про эти украшения. Вот про что Голикова, да. Ой, как-то я ее видела совсем в конце прошлого года с раритетными часами кортье, на руке она была скромно одета, на удивление. У нее были раритетнейшие просто часы кортье, которые везде распроданы, но цена у них что-то типа полмиллиона. Ну вот ей повезло, какая молодец. Голикова, Голикова это про это, вот она буквально является символом, там, проворовавшейся чиновницей, которая еще не просто проворовала на какой-нибудь там нефти или газе, она проворовалась на социальном обеспечении. Ее работой является заботиться о больных, старых, молодых, инвалидах, сиротах, людям, которым нужна какая-либо другая форма поддержки, просто стариках, да, которым нужно, чтобы они получали пенсию, соцвобилеты, льготы на все и так далее. Вот лекарства, вот ее зона ответственности, и находясь на этом посту, она стала одним из богатейших людей в России, увлекающейся, семья у нее строит гольф-поля и гольф-клубы по всему миру. Вот в одном из них в Испании мы были, когда расследование снимали. И вот это нам показывают в зрительном зале, обнимающие, простите, пионеров, да, детей, и говорят, ну вот посмотрите, какие мы заботливы, мы слушаем песню про дружбу, и мы улыбаемся вместе. Ну, тошно. Принжуха, да. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Во время посещения, видимо, Тульского областного онкологического диспансера, один из сотрудников пригласил Путина в гости к себе в коттедж, предоставленный в рамках программы поддержки медработников. Единственный, единственный, мне кажется, медик. Очевидно, новость свежая, я ее не знаю, мы не обсуждали ее сырой до эфира, поэтому я сижу несколько ошарашенно. В данном состоянии, не понимаю, как это говорить. Значит, Путин едет в коттедж? Да, Путин в пятницу вечером едет в коттедж. Но просто я сейчас это вижу в телекрам-канале, вот ты говоришь, я невнимательно читаю, я все свои нервные клетки потратила на Зарубина. Путин сейчас пригласили в коттедж. Пашка вон выложил видео на 30 секунд, я тебе потом покажу. Значит, и что еще тут пишет? Все было настолько незапланировано, что Путин в гостях спросил разрешение у хозяйки, можно ли ему чая? Путин, чая. Не из своей бутылочки, не из своей кружечки. А прикинь, она ему такая, нет. А прикинь, она ему такая, знаешь, есть такие чашки, у которых на дне или там... Написано гадость какая-нибудь, допиваешь, а там у тебя... Ты отравлен. Да. Какая-нибудь что-нибудь неприятная. Ну, будем следить за развитием событий, в следующую пятницу узнаем, что... Все ближе и ближе, каждую неделю мы обсуждаем Путина, и все ближе и ближе он к народу. Все больше и больше у него мероприятий. И мы прошли примерно же рубеж, да, сколько от компании официальной прошло, примерно половина, более такая спокойная половина, половина, которая связана скорее с кандидатами, которые не такие очевидные, как Путин. А вот сейчас мы набираем обороты, мне страшно. К следующей пятнице, я думаю, что будет происходить, у нас будет... У нас вся передача превратится в обзор того, что Путин считает классной, хорошей политикой. Туристический вестник, потому что Путин едет по стране. Даня Телеграф рассказывает о будущей тяжелой жизни в военной Британии. Статью Телеграф начинает со слов на дворе 2034 год. Британия находится в состоянии войны с Россией. Ну и Министерство обороны продолжает поднимать градус. Всем гражданам, подданным короля, нужно быть готовым к возможной войне с Путиным.